Алло. Алло. Рудольф Владимирович, здравствуй. Ваня, я уже три дня звоню тебе. Могу звонить, не дозвониться, потому что не отвечают царем еще. Ну, я тебе тоже звоню уже сколько раз, понимаешь, что ты, ну. Ну, не знаю, у тебя, я, может быть, через... И даже, ну, потом я по-домашему позвонил. Ага. И тоже там, иди, что-то там ответчик, я ничего не отвечу. Ну, там, вот, в отпуску, поэтому некому брать. Ну. Ага, что, в отпуск? Да, да, да. Ваня, как здоровье? Да, здоровье нормально. Как у вас здоровье? Нормально? Ну, я немножко сбавил на тренировке. А что, что сбавил? Ну, что-то, что-то он правый на... Ну. Бой бог, она же у меня безвестная была, когда я подстал, сказал, да? Да, 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 да. Я не знаю, никак не отходит от нас, русарь, понимаешь? Ага. И не дарил, ну, понимаешь? Да, вот поэтому я, ну, так, а так, ничего. Весь держится, 102, 101, так. 102, ага. Хорошо. А слушай, Рудольф Владимирович, ты что, ты что, собираешься выступать на чемпионате мира, что ли, по штанге? Нет. Нет? А что-то слух прошел, что Рудольф Владимирович Плюкфельдер будет выступать во Львове на чемпионате мира среди ветеранов. Да. Ваня, если вы перезумали, я не буду выступать. Да. Ну, что там, ну, вон, 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 вон. Там же ручок, ну, я, ну, выру я там, что это, 70 кг, 75 кг. Ни шена себе, ты что, 75 кг, да? Да там у тебя, у тебя конкурентов, у тебя конкурентов же не будет вообще там, кто там. Да, да, я думаю, что ни к чему это. Все прошло, я так 37 лет олимпийским стал, хватит. Ну, да, да, да. Ну, что, слушай, Рудольф Владимирович, обожди, давай. Ну, что ты скажешь по Олимпиаде? Что, что скажешь про Олимпиаду? Ну, я тебе скажу, ну, ну, то, что этот кухарский, когда я уехал сюда в Германию, он мне раз говорит, Ну, то, что, а кто будет теперь там в России справлять технику? Так ты его все увез, и там будет сейчас завалживаться, а он из Украины, этот кухарский. Ну, они ничего нового не приносят, и никого не... Они же не будут, так сказать, они все его готовят. И что за черты из такого, понимаешь? Ну, да. Ну, вот поэтому, поэтому есть талантливые люди, есть, но с ними надо заниматься, я же знаю как. Ну, вот, Олимпиаду я рассказывал, я Давида тренировки по четыре, по три раза переписывал. Все время через... Ну, напишу вечером, потом ночью провели, еще раз утром. А потом прихожу на тренировки, и там еще... Так, Рудольф Владимирович, правильно, ты же сказал, что я готовлю спортсменов, а не тренеров. Ну, вот, а Давид Адамович, он же у нас старший тренер сборной России, и вот 10 лет он уже разваливает сборную Россию как только может, понимаешь? Так? Да, 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 по этому делу он, да, там по этому делу у меня конкурентов нет. Ну, я не знаю, что они там в России думают, но они думают, если человек... Ну, хорошо, Воробьев поднимал, а в тренера он Воробьев никакой. Вообще... Ну, да, 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 да. Он только там в арет ходит и командует, а он же никогда никого не воспитывает. Так и Давид, они так и думают, и что, ну, я не знаю, может им так и надо. Нет, ну, Давид, Давид, видишь, Давид удобный человек, понимаешь, для них он удобный. Он всегда находится в одном состоянии, он всегда находится в одном состоянии, поэтому там наш, все нормально. Воробьев, ты откуда звонишь? Я с тренировки звоню, с тренировки. Ага, ну, как там жарко у вас, да? Ну, как, как и у вас, наверное, да, лето пришло. Да, а в воде вы тренируетесь, не жарко? Ну, у нас, так, как сказать, ну, келлер почти, в келлере занимаемся. Ну, не... Ага, ну, тогда ничего, а? Ну, ничего, маленький, правда, вообще. Ноги как? Ноги, да, пойдет нормально. Побаливает, нет? Ну, нормально, что, пойдет, пойдет. Ну, ты раньше говорил, что жарко у вас. Ну, да, ну, а что поделаешь? Ну, ничего, что. А, Вадя, какой вес у тебя сейчас? Ну, у меня 80 килограмм какой, как всегда. 80? Да. Ой, хороший вес. Ну, нормально. Молодец. Ну, а ребята есть там более-менее? Ну, ребята, ребята, конечно, есть хорошие, но у нас условия, конечно, даже хуже, чем в России. Ну, а что, вот смотри, Рудольф Владимирович, два помоста, да, два помоста, 36 квадратных метров, площадь, да, тренировочная, да, и у нас занимается всего 31 человек, представляешь, это кошмар какой-то. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. И главное, главное то, что мы все медали их, там, золотые забираем, так, и похрен, понимаешь, все. Вот в школе я тут тренировал когда-то, да, и вот там хороший зал, там можно было поставить пять помостов. Ну, они взяли меня и выжили оттуда, из-за школы. А теперь они там построили, в этой же зале танцуют они, танцуют с танцами. А насчет штанги, вообще, я могу поставить на месте, но дело в том, что тут ребята, они у них такие нежные руки, это кошмар вообще. Вот, поэтому я здесь стал тренировать. Ну, вот, в общем, сейчас, сейчас будут там разборки после Олимпиады в Москве. Ну, и посмотрим, что сделает с Давидом Адамовичем. А, что там делать, там диктатура, там, как Путин скажет, так и будет. Ну, а Путин, Путину же, наверное, не нравится, что золотых медалей вообще, штанга золотых медалей вообще не приносит. Не нравится же, это же самая, самая сильная страна в штанге. Ну, да. Да. Да, не, не, не. Так, Рудорф Владимирович, ты же сам прекрасно знаешь. Ты же видел, как Давид выводит спортсменов на помост. Ты же видел, ему все равно, куда он выводит его. На помост он его выводит или там в бар за бутылкой. Ему как будто это так, до лампочки. Знаешь, что, я когда выступал в Токио, в меня растирал Жаботинский, я растирал Копылов. И так растирали, знаешь, как жарко было. А эти, я не знаю, они вообще ходят, как мухи там. Так он, он ходит, полотенце носит и все. Больше ничего. А потом делает переживающую рожу, да? Да, 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 да. И все. Вроде вот так болеет, что кошмар. Да, все. Ну, женщины молодцы. Я скажу тебе, техника неплохая. Не, ну техника, техника неплохая, ну понимаешь. Но медалей-то нет золотых, Рудольф Владимирович. У женщин техника хорошая, да. На медали нет. У мужиков тоже вроде что-то есть, а медали нет. У немцев тоже мало. Ну поэтому думают, а что там у России. А это неправильно. В России такие сильные люди. Да, конечно, ты что. Россия это вообще очень сильная страна. Ну, этот Клоков, он к что время там, его даже не выступал. Вот так, что там компания своя и все. Ну да, 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 да. Поэтому народ это так уже второстепенно, как и здесь в Германии. Здесь тоже так. Ну здесь тоже. Здесь выступили, конечно, они тоже хреново на Олимпиаде. Вообще. Ну вот этот Штайнер, этот Штайнер, он потерял базу. Он все время, кто на телевидении, кто там, я смотрю, он все время мешает. А когда он будет, вот он поехал в Австрию, был там в Австрию, по-моему, месяц или два, но у него колено болело. Ну и там, я не знаю почему, он начал тянуть снизу, и сразу плечи отца дошли у него. А потом штанг ударило по голове. Это видел же, да? Ну это, 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 Рудольф Владимирович, это как раз вот этот конец, как бы, понимаешь, карьеры, что просто человек плохо тренировался. Вот ему штанга и отомстила. Я думаю, там некого было подсказать, но у него, вот сейчас здесь в Германии конкурент, я забыл фамилию его, ты не помнишь? Вот второй, второй выступал, 196 порвал. А, Велагич, Велагич. Велагич, вот он его боится. Понимаешь, он выходит уже со страха, у него очко играют. Вот он потерял, последний, когда он штанг натянул, у него плечо, плечо, вот, должна была чуть-чуть вывезти на 5 вперед. А она у него ушла, и он ей не мог, вот как он не мог его выкинуть повыше. Так там некому подсказать, подсказать же, некому. Ну, конечно, да, да, да. А вот у него была правильная техника, а он сейчас все-то смотрел там, поряд. Ну, а этот парень, я тебе скажу, а я не помню, сколько он толкнул, этот второй наш гемец? Вот он 232 толкнул. 232? Да. А когда на каком месте он? Он, Велагич, на каком месте? Ну, где-то далеко, где-то 7-й или 8-й. Ты смотри, а все равно молодец, 232. Он ему конкурент сейчас есть, вот увидишь, вот посмотришь, этот Штайнер смотает удочки. Так Штайнер уже вряд ли будет выступать, Рудович, Штайнер вряд ли. И я думаю, что Велагич тоже вряд ли будет уже выступать, понимаешь? А, ну, да. Уже вряд ли, они оба уже все. Да, да, да. Они уже материал такой, знаешь, отработанный. Не говори. Ваня, а ты немножко тренируешься, да? Ну, я, конечно, тренируюсь. А я и что делаешь, шмешь лежа, тренируешься? Ну, жму лежа, там, наш чейкинг делаю, бицепсы качаю, ноги подкачиваю там на тренажерах. Ну, знаешь, что, Ваня, ну, все равно бегать надо, надо бегать. Ну, бегать, 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 я так потихоньку двигаюсь. Да, 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 да. Ну, ты даешь, я за тобой, конечно, не угонюсь. Ага, ну, чтоб сердечко работало, понимаешь? Ну, сердечко, конечно, но... Так, Рудольф Владимирович, тебе же будет 6-го числа уже 85. Ну, Ваня, ну, можешь сейчас тебя поздравить и дай. Не-не-не, я тебя 6-го поздравлю. Сейчас зачем тебя поздравить? Хорошо, хорошо. Ну, я желаю всего доброго. Ну, давай, давай, Рудольф Владимирович, я тебе 6-го позвоню. Хорошо? Хорошо, до свидания. Давай, спасибо, до свидания. Спасибо. Ну? Давай. О, блин. Я работаю закончить. Все закончил? Я записал. Я записал. Я записал.